«Откупари шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро», писал Пушкин в пьесе «Моцарт и Сальери». Перечитать ее теперь смогут и театралы Шимкента. Это та самая очаровательная девушка, которую величают Сюзанну. Юбилейный 90-й театральный сезон Шимкентский русский драматический театр начинает не только с комедии «Бомарше», «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» в постановке не менее известного Олега Белинского, но и с новым директором Игорем Вербицким. Он успевает везде. В новой постановке играет графа Альмавива. По сюжету «Своенравный феодал» неравнодушен горничной Сюзанне, на которой намерен жениться Фигаро. Игорь Владимирович впервые увидел постановку по телевизору. Сыгранная Андреем Мироновым роль Фигаро повлияла на решение Игоря Владимировича стать артистом. Я влюбился просто в Андрея Миронова и, может быть, тогда у меня появилась мысль так же блистать на сцене. И вот сейчас мы столкнулись с этой пьесой, ставим ее сложности большие. Во-первых, будет идти сравнение, нас будут сравнивать. Многие видели, особенно старшее поколение, они, конечно, помнят этот спектакль. Гениальный шедевр, я считаю, лучший спектакль. Пьесу поставили всего за месяц. Собрали воедино все сцены, установили декорации, сшили костюмы. Перед главной премьерой забавной и слегка фривольной истории – ежедневный прогон. Внимательно за каждым движением и словом артистов следит Олег Беринский. За месяц такую махину своротили. Я, честно говоря, сам не ожидал. И вдруг случилось. Дошли до конца, все нормально. То есть, пока я не вижу особых проблем. Написано ощущение, что вчера написано. Потому что здесь есть такие репризы, которые абсолютно современные. То есть, вот даже политические какие-то вещи здесь звучат. То есть, поразительно, как бы маршев в то время предвидел. Олег Александрович уверен. Каждая постановка дозревает перед зрителем. Артисты подстраиваются под настроение театралов. Каким в итоге будет спектакль, остается загадкой не только для зрителя, но и для всей труппы театра. Узнать это смогут лишь те, кто придет на премьеру. Театр распахнет свои двери 6 сентября. Анастасия Новикова, Довран Абдеев, Нургельда Садуакасов, информационная служба телекомпании «Утрар».